друзья здравствуйте вот наконец-таки могут заснять как со стороны выглядит наша кормежка с ханом он воспринимает этот плед ну не будем да так сказать отождествлять это как как мама он воспринимает но как что-то свое такое родное однозначно вот сейчас хан у нас начинает кушать это мясной фарш который а чё плюется хан а еще не распробовал значит просто мы также видел как он лапами просто царапается он очень ревностно относится к еде ну естественно я же леопард все таки я вам не маленький котенок который спокойно должен к этому относиться она подходить к нам поближе давайте покажем хана как он кушает видите все мы тут я периодически его нужно вот так вот стимулировать чтобы он активнее потреблял еду потому что все-таки бывает лениться начинает думать что все само собой затечет ну естественно нужно его все-таки больше стимулировать к этому друзья вот так вот у нас хан кушает так вот у нас происходит каждый день кормления несколько приемов в день пищи просто не всегда я имею возможность записать вам это со стороны потому что ну я всегда один и вот как-то не один с ними конечно же вот хан ну не могу сказать что ему там прям лучше лучше стало не могу сказать что он прям со стал супер стабилен мы по вот сейчас знаете находимся на каком таком лезвии ножа которая в один момент шаг лево шаг право все сразу диарея поэтому у нас здесь видите конечно же в первую очередь это тимка там играет в первую очередь конечно же это сделано для того чтобы животное чувствовало себя в безопасности то что закрыты все стены и ну для кошек для правильного так сказать до восприятия окружающей среды у кошки должно быть именно такое логово где все закрыто ну а еще это несет практическую так сказать цель потому что когда у хана диарея это просто все везде вокруг но это так знаете есть уж углубляться в нашу жизнь не все всегда миленько не все всегда красивенько но конечно такие моменты когда вот так вот мы кушаем когда нам становится немножко получше это безусловно куда-то проходит это вот знаете период периодическая усталость и так далее то подобное вы там кто-то из вас потому что то ли от незнания то ли специально это говорить я не знаю зачем ну кто-то из людей пишет то что дайте ему подушку под лапы что там еще какие-то такие странные вещи которые ему не нужны то есть если он не будет в данный момент времени фиксировать бутылочку бесполезные ему эти подушки и все остальное ему именно нужно держать саму бутылку ухватывается сок то есть хан не надо сравнивать это очень важно я писал этот в комментариях но на всякий случай знаете еще надо сказать это видео потому что воспринимается конечно по-другому леопарды это не львы и тигры это абсолютно другая вселенная знаете если брать по шкале сложности приучение бутылочки к соске и сравнивать львов тигров с леопардами то есть львы и тигры по сложности на двоечку может быть знаете если даже не на единицу леопарды на 11 вот прямо с уверенностью могу сказать потому что они не хотят брать соску они всегда противятся какой бы ни был леопард практически поголовно он будет сопротивляться слушай ну в принципе неплохо сейчас давай выпусти воздух и попробуем еще раз сегодня у нас более как такая концентрированная масса мясная потому что там обычно больше воды для того чтобы котенок получал жидкость ну а сейчас у нас эти у нас никакие массажики по часовой стрелке сейчас делать ему не нужно котенок прекрасно выпускает воздух и котенок сразу же видите хочет играть после этого вот я говорил о том что до этого у нас было более водянистая масса мясная потому что он не пил воду буквально ближайшие вот эти вот несколько дней он научился пить ее и это знаете для меня это такая радость была огромная я уже рассказывал до что он научился пить поднимемся на один этаж выше и полежим на руках сразу у него обнимашки сразу любовь любовная вот он научился пить поэтому мясо более густое у него чтобы получал он уже не большую часть воды а именно мяско ребеночек растет посмотрите у него уже такие какие-то глаза смысленные я периодами так смотрю и думаю кто же мне ночью подменил леопарда куда делся тот хан который был но несмотря на все свои сложности в жизни да это в плане того что он болеет и ему плохо но он все же растет и конечно же для меня это большая радость поэтому друзья ну сейчас я пойду уберу бутылочку и он уже начнет там минут через 15-20 захочет туалет так что мы сейчас будем уже потихонечку отключаться давайте мы сейчас я приподниму покажем вам его поближе и все собственно вот так вот мы любим находиться кто бы сказал что это настоящий леопард заяц поэтому все всем прекрасного вечера всем прекрасного дня и до скорых встреч